Вы знаете, чтобы, когда вы наполнены или исполнили Святого Духа или Святым Духом, и чтобы служить именно силой Божьей, и получить самое лучшее в нашей жизни, есть некоторые вещи, которые мы должны вспоминать делать. Есть некоторые вещи, нам нужно вспоминать делать. Первое, что делать, это всегда жить в любви Бога. Первое, это всегда жить и пребывать в любви Божьей. Быть мотивирован именно этой Божьей любовью. Наслаждаться этой любовью. И оставить и убрать, снять с тебя любой груз. И не быть под влиянием, под давлением любого человека. Не попасть под давлением любого обстоятельства. Но всегда говорить себе, я любим Господа. И Бог расслабляет меня. Я другоцеленность в глазах Господа. У Бога чудесный план для моей жизни. Когда я следую Богу, Он будет меня употреблять и использовать в меня макушьей спины. Поэтому каждый день нам нужно стараться это говорить себе. Это я называю молитвой благодати. Всегда объявляя над собой, или разглашать над собой мнение, или мысли, или отношения. Как Бог тебя видит. И решить разные проблемы. И здесь я говорю первое, что я говорю. И потом о нашем подсознатном подсознании. И все, что нам может помешать, иметь близкое отношение с Господом, нам нужно убрать это. Чтобы наша жизнь была полностью посвящена Господу. И ваше жизнь будет подниматься выше и выше. И Бог будет вас использовать мангущественно и силно. И вы хотите, чтобы Бог вас использовал мангущественно? Вы хотите этого? Аминь! Вы хотите следовать за Богом, правильно делайте. Вы знаете, вы знаете, я просто увидел эту девушку, которая пришла в эту служение. И она увидела небо и ад. И она увидела небо и падение сатане. Это чудесно. Бог является реализацией этого людей. Чудесно, что Бог это приводит людям. Хорошо. 1 Коринфянам 10, 8. 1 Коринфянам 10, 8. Здесь говорится о том, что грех может привести в Божье наказание. Чтобы бороться с грехом, нам нужно понять, что грех имеет разрушительную силу. Бог ненавидит грех. Насколько вам не нравится, ну, то есть, минуты. Ну, короче. Ну, как вам нравится вот эта моча? Потому что грех является разрушительной силой. Таким же образом грех несет разрушение. Позвольте поделиться с вами. Много раз после того, как я стал христианином. Ну, я когда приоправдывал себя, говорю, что, ну, Господь сразу меня простит. Ну, ничего, если так, один разок, просто погрешу и все. Я попрощу, чтобы Иисус меня простил, и так дальше пойдет. Вы когда-нибудь такое сделали, представьте, да ничего, так, один разок, просто сделай один раз, и все. Но грех всегда оставляет за собой последствия. Бог, да, обращает наши грехи, Но грех несет очень сильный, несет разрушение в жизни. И это может разрушить Божий план в вашей жизни. Бог написано в небе, что ты можешь стать великим, великим, великим человеком. У Бога написано в его книге о тебе, что ты можешь стать очень великим человеком. Но из-за греха, которые ты совершаешь, ты не сможешь в полноте войти в этот Божий план. Вы хотите войти в Божий план? Если вы хотите войти в этот Божий план, вам нужно осознать, что грех несет разрушительное действие в жизни нашей. Повторите со мной. Грех несет разрушение в моей жизни. Синс будет разрушать Божий план в моей жизни. Синс будет разрушить меня, приносит меня мучение. Грех приносит мучение. Синс будет разрушение в этой жизни и в будущем. Грех несет, приносит последствия в этой жизни и в будущем. Грех приносит последствия в этой жизни и в будущем. Даже когда Бог у нас обрабатывает греха, греха у нас still have bad consequences, destructive consequences. Но после того, как Бог нас прощает, возможно и последствия просто за совершенный грех. А, повторите за мной. Can you say it again? Okay. Even when God forgives our sins, our sins will have destructive consequences. Когда Бог нас прощает, когда Бог нас прощает, последствия греха могут внести могут внести в разрушение. Разрушение. Okay. 1 Corinthians 10, verse 8. Значит, 1 Corinthians 10, 8 стих. It says that the Israelites commit sexual immorality. Написано о том, что народ Израиля совершали сексуальный грех. And on one day 23,000 died. И за один день 23,000 человек упало. It says no memory. So that brought the punishment of God. И это знак наказания от Господа. So when we sin, когда мы грешим, it can bring serious punishment from God. Оно может принести полное разрушение в нашей жизни. Okay. And then Acts chapter 5, verse 3. Книга Диане, 5 глава, 3-го пол. It talks about Ananias. Оно говорит про Ananias. And his wife. И его жене. And they cheated the church. Они обманули церковь. And they said that this is all the money I had when I sold my house. Они говорили, это все деньги, которые... Это все деньги, которые... Ну, за что мы продали дом. But Peter said, you know, this is your house. You have the right not to sell it. When you sell it, you don't have to give us everything. You just tell the truth. И Peter сказал, вот, когда у вас были эти деньги, нам не нужно было сказать, за сколько вы именно продавали. Можно просто то, что расположили сердце, давать просто церковь и все. But because he tore a lie, he was lying to the Holy Spirit. Но за то, что вы солгали, вы солгали Духу Святому. And he died right away. И он мгновенно умер. Now this is in a new testament. Это в новом завете. That God can punish Christians like that. So Бог может именно так и наказать людей. So we need to realize that sins are very destructive. Нам нужно понять, что грех несет разрушение. After I experience the Holy Spirit, когда мы переживаем Духа Святого, I find that every time I pray now, I can experience the joy of the Lord. И в этой молитве я просто переживаю эту радость Господа. Every time. Anytime I think of Jesus, the joy will... В любой момент, когда я просто думал об Иисусе, эта радость просто поднимается во мне. And the power of the Lord will come through me. И сила Божия просто течет через меня. And the love of God will also come to me. И это любовь Божия сходит на меня. And I can bless many people. И этим благословением именно благословлять людей. By praying for them. By praying for them. But also God gave me many good teachings. И в таких моментах Бог и дает именно учение. Научение. Because I was serious to take care of problems in my life. Потому что я серьезно хотел забраться с проблемами в моей жизни. And I'm serious to make the best of the plan of God in my life. И я старался очень сильно, чтобы это самое лучшее в моей жизни от Божьего плана. God guided me to take care of different problems in my life. Бог помогал мне разрешить разные проблемы в моей жизни. And in the process I grew in the power of God and also in wisdom to teach. И именно через это я рос именно в мудрости Божьей, чтобы учить и в силе Божьей, чтобы служить. And the wisdom to train and to counsel. И в мудрости, чтобы тренировать и консультировать. So I said to myself, I don't want to sin at all because it would destroy God's plan in my life. Я после этого просто решил для себя, я не хочу кричить против Бога, чтобы потерять вот это все в моей жизни. Can you imagine if one day I commit a sin and then I lose all these opportunities. Can you imagine this if it happens to me? Вы можете просто представить на минуту, если такое произойдет со мной, что я согрешу и из-за этого греха потерять все это, чем Бог меня благословил. And you will say what a pity. Вы просто сказали, вы бы сказали, ах, жалко. But what I want to say is, when you sin, it's also a great pity. Но, знаете, честно, я искренне скажу, что, когда вы совершаете это, это действительно жалко, что вы это допускаете. Don't ever think that you are not important. Никогда не думайте, что вы не важны. Don't ever think that you are nobody. Никогда не думайте, что вы никто. You are a great person in the kingdom of God. Вы великий человек в Божьем Царстве. Can you tell a person next to you, you are a great person in the kingdom of God. Ты великий человек в Божьем Царстве. Вы великий человек в Божьем Царстве. Ой, you are a great person in the kingdom of God. And sins, Lord, вы великий человек и великий человек в Божьем Царстве. And our next thing is, and sins can destroy the wonderful plan of God in your life. И изобретания может прийти разрушение Божьего плана, именно ваше жизни. Okay. Say that to your neighbor. И скажите вам соседу, не позволит греху мешать Божьему плану твоей жизни. Не позволит греху мешать Божьему плану вашей жизни. Менедурия. Менедурия. Божьему плану не позволит греху. Менедурия. Okay. Now, just now, in those two passages, they talk about God's punishment. Значит, в этих стихах, в двух стихах, мы увидели вот наказание Божье против греха. И в Евгении 12, 10, мы говорим о Боге честивании нас, честивании нас. Посланники Евреем, в 12 главе, в 10 главе, говорится о том, как Бог наказывает любящих Его. Бог будет честить нас для нашего блага. Грех может принести наказание от Господа. И Бог может принести, или Бог допускает наказание в жизнь, оно в виде болезни или проблемы. Поэтому грех несет за собой определенные последствия. Мы знаем Давид, что он избран Богом человек. Но, к сожалению, он совершал грех убийства и предлободеяния. Он все равно был принят Богом. Бог простил его, но он прошел через определенные, скажем, наказания или трудности, как последствия греха в его жизни. И многие его сыновья были убиты. И он страдал очень много. Он страдал очень много. Он страдал за этот грех. Это было как черный метод в его жизни. Но он из одного Бога. что, you know, Jesus is called the descendant of David, the children of David, the son of David. Иисус, это написано, что он есть сын of David. Он has such an important position in the kingdom of God. But yet he could not follow the perfect plan of God. Он войти во все совершенные план, Божий. It's not moving. Can you move it forward? Okay. Maybe it's hard for you to go back and forth, and then it would happen. Okay. Ephesians 4.26. Ephesians 4.26. It says that when we sin, we give the devil a foot pole. Написано, что когда мы грешим, мы даем место диаголу. Have you heard of the story that, you know, there was a person with a tent? Вы слышали историю человека, человека, у которого была палатка. And the camel was very cold outside the tent. The what? The camel. The camel. Ah, и значит, верблюды было, верблюды было холодно на улице, он был снаружи. And the master was, you know, have pity on the camel, and let the camel put one foot inside. И хозяин как бы помиловал верблюды позволили ему или ей вот одной ножкой, ну, одной ножкой было в палатку. And then later the camel put his whole leg inside. И потом верблюды, ну, все его ноги уже как бы в палатку положил. And then he put more of his body inside the tent. And finally the camel kicked the master out. And then the camel выгнал хозяин и сам уже занял его место. And take up the whole tent. И занял весь всю палатку. The Bible says the thief came, the devil came to steal, to kill and to destroy. Написано о том, что дьявол пришел или вор приходит, чтобы украсть убить и погубить. Does the devil do anything good? Может ли дьявол делать что-нибудь доброе? Does the devil do anything good? I don't want to shoot them. I have driven I'm sorry, I just said it would be a miracle if you could do something. I'm sorry. It's okay, no problem. I have driven out demons from many people. Я изгодел бесов из многих людей. All these people suffer a lot. они все страдали. Some of these people they heard voices of the devil for a long time. Они долго эти люди долгое время слышали голоса. И the doctor diagnosed them to have mental sickness. And they took a mental medicine for a long time but it did not cure the problem. It was caused by the devil. it was вызван the devil. I drove from the demons and then she did not hear the voice again. И когда я знала этого беса или этих бесов она больше не слушала этот голос. So it made her life miserable. Она мучилась от этого. She always heard this voice to tell her to kill herself. И этот голос постоянно ей говорил о том, что давай убей себя, убей себя. Тима клиника мне не нужна. And also some people because of the devil they always suffer in different ways. И многие люди страдают от этого, но то, что дьявол их атакует. Sometimes the devil will bring sickness, cancer or other sicknesses. Ну, он атакует верующих или людей болезнями, раком. Sometimes the devil make them unhappy all the time. And make them depressed. Sometimes it destroys the whole family. And sometimes these people commit suicide. I knew one Christian whose daughter went to one part of China. Я знаю, она христианина, у которого его дочь, у которой дочь пошла в одной части в Китае. And that part of China is famous for making coffins for their people. And they have little coffins that you can buy there. And the daughter bought the little coffin and took it back home. And she heard the boys to tell her jump from the house, jump from the tall building. And then after that she heard the chorus that she said sprygay, sprygay, sprygay. And finally one day this mother came home and she heard someone jump from the building and killed herself. Wow. The mother heard that. Someone in her building jumped out from the building and killed herself. And she found that it was her daughter. Who thought it was nothing to buy the little coffin. You know many people buy icons of idols, you know. And then некоторые люди покупают вот эти и статуэтки там ну для сувениров. And they think it's no big problem. But any time when people sin we give a foothold to the devil. And the destruction will follow your life. So sin will give a foothold to the devil. Поэтому грех дает место дьяволу. And it's much harder even though it's possible to drive demons. But the consequence of the devil is hard to take care of. It's hard to take care of. But the consequences of the devil is hard to take care of. Do you want a devil to have a foothold in your house? Do you want? Do you want? Never. 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 work. Never. No. 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 Every single sin can give a foothold to the devil. We ask him to say this after you. Every single sin can give the devil a foothold. love. So I hope that you will not give the devil a good law. Look at this picture. This man is so angry. sometimes you think it's just his anger, his emotion. You know, sometimes you think it's just his anger, his emotion. it's just his anger, his emotion. But when people let them temper our control, they are giving the devil a football. And some people's anger are actually anger from the devil. One time I drove a car to a stop sign, you know, a place where there are four stop signs at the four corners. other intersection. Okay, stop signs. Stop signs that the car has to stop. I drove to a car to a car to a stop, and then, you know, the car that came first can go first. The car that came to the intersection first can go first. But in this section, the first car that came to the intersection first can go first. I came to the intersection, and then a second car came. I when I d 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 Машина сразу же, следом, тоже начал ехать. Я ударил его, и он пикал, и молодой двигатель от машины от машины стрелял его тело от машины, и он ехал в виду, с большим гордостью. И вот тот человек, который нарушил именно правила, он прямо через окно пошли меня, и начал махать руками, кулаками, и кричать на меня. Ну, можно подумать, что это просто у него такой темперамент. Но иногда такое проявление может быть демоническим. Именно то, что пребывает в этих людях, когда они гневаются, это очень сильно, ну, ярко проявляется. Ты замечаешь за собой, что иногда твой гнев становится, ну, неконтролируемым. Это может дать место дьяволу. Поэтому мы можем просто сказать себе, как написано, лучше не буду гневаться. Повторите за мной, лучше не гневаться. Гнев ничего не меняет. Я могу отпустить эту проблему. Я могу благословить этого человека. Если это его проблема, мне не нужно тогда гневаться. Я могу сохранить радость в Господе. Я очень надеюсь, мы можем пребывать в радости Господней. Гнед, грех может ухудшить обстоятельства в нашей жизни. Иоанн 5 глава 14 стихе. Был парализован человек, который не мог ходить 38 лет. И Иисус исилил его, и он стал ходить. И Иисус, когда видел его, сказал ему, больше не греши, чтобы не случилось с тобой что позже. Поэтому, когда человек может грешить, в его жизни обстоятельства могут ухудшаться. Что-то хуже, это значит, что его обстоятельства или состояние может стать хуже, чем оно было. Но если ты... Один раз, Кам, я увидел кого-то на суббой, на субботу, в Хонг-Конг. В Хонг-Конге я встретился с человеком в метро. Этот человек у него есть ханж. У него... Борб. Борб, да. И, вы знаете, я читал библию, и он смотрел на мою библию. На эту книгу. И я ему сказал, что это библия на китайском языке, но на мандаринский есть такое. И он ему ответил и сказал, я тоже христианин. Это человек с горбой. Это человек с горбой. И он сказал, что когда он был молодым, у него была болезнь. Его спина, она скребилась. Скребилась. Скребилась, да, не прямилась, спасибо. И у него была очень сильная болезнь. И Билли Грэм, the great evangelist, came to Hong Kong. И в Голком приехал Билли Грэм. И в то время у Билли Грэм было место или время, когда он служил исцелением. И он молился над платочками людей и отдавал людям, чтобы положить на тех, которые больны. И он взял эти платочки и положил на себя. И он был исцелен сразу же. Его спина в него выровнялась. И дышать он мог свободно. И был очень счастлив. Через два дня пришел вот этот буддист. И сказал ему, что нужно иметь один из этих идолов. Буддистских идолов в доме. А этот, скажем, буддистский священник говорит ему, вообще тебе нужно иметь статуэтку Будды у себя дома. И он послушался и поставил эту статуэтку себе дома. И эта проблема вернулась. А в то время он не знал никакого христианина. И не было никто рядом, чтобы помолиться за него. И эта проблема продолжалась. И когда я его видел, он был в таком положении. И он очень жалел, что он поставил эту статуэтку себе дома. Поэтому тебе вместо дьявола может прийти за собой последствия. И нам нужно понять, когда человек грешит, дьявол сразу атакует. И вы заметили, что когда вы грешите, следите за собой, что когда вы согрешаетесь, в тот момент у вас втирается вот это дезновение или желание молиться. И вы говорите, ой, я не могу молиться. И многие говорят, я очень стыдно чувствую себя и говорят, что я не могу молиться. Нет, это дезновение молиться. Бывали ли у вас такие моменты в жизни? После того, как вы согрешаетесь, самое величайшее оружие дьявола это сказать тебе, что все, ты согрешил. Ты не достоин молиться, ты не достоин искать Господа. Это ночь сатаны. Когда вы согрешаете, вот самое лучшее, что вы можете делать это сразу же и говорить, Господи, прости меня. Пожалуйста, прости мои грехи. И поверьте, что Иисус простит вас. Бог отличается от человека. Если вы идете домой, и он скажет, что у него очень достоинство, очень дорого. Это очень дорого. Это очень дорого. Это очень дорого. Например, когда приходите кому-то домой, и сразу можно вам показывать, вот их, знаешь, у меня тут такая драгоценная ваза. Пожалуйста, будьте очень осторожен, не разбив эту вазу. И случайно вы ударите, и оно падает. И говорите, ой, прости, пожалуйста, простите, пожалуйста. Как вы думаете, этот человек истинно простит вас? Хотя он может сказать, ну да, конечно, я прошу тебя. Но вы можете сами почувствовать, что все равно есть это элемент гнева, недовольства. Когда вы приходите второй раз к нему домой, и он вам опять говорит, вот эту вещь, пожалуйста, будь осторожна, не касайся. И вы касаетесь, и оно, к сожалению, падает. Как вы думаете, может ли этот человек простить вас? Для человека очень сложно простить вновь и вновь, и опять, и опять. Но позвольте вам говорить, сказать о природе Божьей. Когда мы исповедим грехи наши, Он истинно и простит нас. Аминь. God's forgiveness is unlike the forgiveness of men. Прощение от Господа не сравнить, как человек прощает. It's like hitting the light button. Это как нажать на зажигатель, включатель. Every time you hit the light button, the light will turn on or turn off. И когда вы на включатель нажимаете, оно может и включиться, и выключиться. Now let's try it. Попробуйте, вот правда, пожалуйста. Try it. It will turn off, right? Ну, вот видите, что выключается. Now it turn on again. И опять сейчас включится. God's forgiveness is like that. Божье прощение именно так. You ask Him to forgive, He will surely forgive you. Когда вы прощаете прощение, Он сразу же и прощает. Когда вы жалеете о своих грехах, Он обязательно сразу же и простит. So every time when you have sinned, don't continue to condemn yourself. Когда вы соглашаете и просите прощение, не продолжайте осуждать себя. The devil, the devil, is the one who accuses all the time. The devil, the devil, is the one who accuses all the time. God will really forgive you. И верите тому, что Бог искренне и простит вас. And you say, I am a real sinner. Вы можете сказать, ну, я грешник. But God is a real forgiver. Но позвольте сказать, что если вы говорите, что вы грешник, но Бог тот, который прощает. And He is a real Savior. И Он настоящий Спаситель. He will surely forgive me. Он обязательно простит вас. And changed my life. И изменит ощущения. I don't have to stay guilty. Мне не нужно оставаться в этом состоянии, в положении грешника. That's a great gift of God. Это никогда от Господа прощение. Почему люди продолжают грехи? Потому что они говорят, ну, многие люди не счастливы. Я не счастлива – это не грех. Но многие люди не счастливы. Ну, быть несчастливы – это же не грех. Давайте я вам скажу. В любом случае, когда мы не показываем Господь, мы грехи. Каждый раз, когда мы не прогнаем Славу Божию, мы грехи. Когда ты все время депресс. Всегда все тревожишь. Неужели это показывает Славу Божию? Показывает мне это Славу Божию? Это уже грех. Иногда люди думают, что грех – это когда ты ударишь кого-то. И никогда не думают о том, что грех – это то, что не приносит Славу Богу. Многие люди иногда не замечают за собой, что это грех. Они говорят, этот человек не хороший, но хорошо против него что-нибудь такое говорит. Поэтому у многих людей разные такие, скажем, отмазки от греха. Люди больше замечают грехи других людей. И у них очень много список. Все грехи – и мужа, и жены, и кого-то записывают в их сердце вот так. Они говорят, что это не грех. Они могут подумать, что это жена моей жены или моего мужа. Недостатки. И вот когда вот так разговаривают и говорят, они даже не осознают, что они этим грешат. Нам нужно обратить внимание на то, что негативные эмоции – это тоже путь к греху. Негативные мысли – они тоже являются грехом. Для примера, вы говорите, что это так трудно работать. Никто не верит в Иисуса, когда я евангелизирую. Никто вообще не принимает Христа. Вот такие негативные мысли или высказывания – это не проявляет славу Божью. Окей, ну… Негативные мысли, что мы можем делать. Яков 2 глава, 10 стих. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Это говорит о том, что если нарушаешь одну заповедь, ты уже все нарушил. Люди говорят, как это возможно? Я использую такую иллюстрацию. Кто-то тебе не нравится. Просто за то, как он выглядит, тебе просто не нравится. Может быть, не нравится, как он выглядит, как он разговаривает. Ну, ты просто что-то не нравится в этом человеке. И ты думаешь, что это просто один грех, это один грех. Но на самом деле, когда кто-то нам не нравится, когда мы видим этого человека, мы не хотим с этим человеком общаться. И когда мы увидим этого человека, мы становимся, ну, какой-то, ну, недовольным или несчастным. Я не хочу видеть этого человека. И внутри, конечно, не будет радости. Когда мы не можем простить людей, нет радости. И, конечно, будут негативные эмоции. А мы не можем наслаждаться жизнью. Если есть такой человек здесь, кто тебе не нравится, когда ты поклоняешься Господу, ты видишь этого человека. Но ты говоришь, этот человек не нравится мне. Может быть, этот человек сделал что-то неприятное тебе. И каждый раз, когда ты видишь этого человека, тем чаще ты увидишь этого человека, твое поклонение становится как-то загруженным, не свободным. И это, конечно, повлияет на твое отношение с Господом. И оно повлияет на ваши эмоции. Поэтому оно может повлиять на всю личность. Я использую иллюстрацию. Если кто-то посмотрит порнографию на компьютере, например, кто-то посмотрит порнографию на компьютере, и ты приходишь в церковь и чувствуешь это чувство вины, это очень сложно или трудно полностью всем сердцем служить Господу или поклоняться Ему. И, конечно, сложно еванализировать. И оно повлияет на всю личность, на всю вашу личность. Поэтому грех может повлиять на всю личность человека. Значит, грех может повлиять на наши отношения с другими людьми, самим собой и со Христом. But Romans 8.37 It says... And it says that we are more than conquerors in all these things through Him who love us. OK. It's just written in Russian in a different way. Oh, right. It's written, we have more than conquerors. OK. So we have more than conquerors. 1 Timothy 6.14, Paul reminded Timothy to keep the commandment without spot or blame. 1 Timothy 6.14, написано, Благодаря Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильность верою и любовью во Христе Иисусе. Благодаря Господа, мы стараемся преодолеть все грехи в нашей жизни. Написано так, 1 Timothy 6.14, Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно. Да, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. Но люди могут сказать, что это сложно. Я часто гневаюсь. Очень сложно простить своего мужа и своего мужа. И трудно не смотреть эти порнографии. It's hard for me to stop looking at beautiful girls. Или на красивую девушку смотреть. And people say it's too hard. И люди говорят, что это сложно. Я хочу вам сказать, что мотивация для преодоления греха. Но у Бога есть план для жизни каждого человека здесь. Если мы говорим о том, что грех может разрушить или остановить Божий план в твоей жизни. И это даст ему место разрушить вашу жизнь. И следить, конечно, будет и последствия за это. Поэтому нет ничего хорошего под божий. Но вы можете спросить, как я могу преодолеть грех? Я хочу вам сказать первое, что никто не свободен от таких и мыслей. Синс start by sinful thoughts in the mind. Грех начинается именно с мыслей. For instance, from time to time you have thoughts like, Oh, I don't want to forgive. И мысли, например, о том, я не хочу этого человека простить. I don't want to evangelize. I don't want to care about the person. Я не хочу проявить заботу о человеке. Or some people have lust. И у них просто похоть. They come up from time to time. Похотливые мысли. Let me tell you this. Позвольте сказать вам. Once in a while I also have sinful thoughts come to my mind too. Ко мне иногда вбывают тоже такие мысли. Поверьте, я не огражден от таких мыслей греховных. Но ключ к победе в том, что я его останавливаю сразу же. Например, я использую иллюстрацию. Вот такая иллюстрация. Если я увижу сексуальную женщину, И сразу же замечаю, что меня привлекает эту женщину. И я сразу же говорю о том, что вот этот грех разрушит Божий великий план в моей жизни. Оно украдет мою радость. Это повредит на мое отношение с женой. И я говорю, я не хочу дать его хоть одну малейшую миссию. Я в тот же момент, я сразу молюсь Господу. Господь, прости меня за эту мысль. Помоги мне сказать «нет». Как бы она не была красивой, Я просто отворачиваю свой взгляд от этого. И этим тоже и свои мысли. Потому что я очень ценю свою жизнь. Это ключ к победе. Когда приходит, сразу остановится. Это как-то обреблюдо, которое начало там с ногой, а потом с ногой. Когда обреблюдо воплодит в палатку. Сразу делай то, что он делает. Если тебе нет места здесь. Мне не нужно грех. Останови его именно сразу же. Вот это ключ. А трудно ли это? Для примера, если у вас проблемы с сигаретой. И вы не счастливы. И вы чувствуете, как смотри. Но вы чувствуете, вы хотите, ну есть такая притяга. И вы говорите себе, когда я курю. Оно приносит чувство вины. Оно повлияет на мое отношение с Господом. Я могу получить радость от Господа, а не через курение. И тогда вы говорите, нет. Курение останавливает. Я отказываюсь от курения. Все, я выхожу и буду славить Господа. Или найти христианина и вместо молитесь. Ключ заключается в том, чтобы сказать нет. Трудно ли это? Мы можете записать себе. Господь дал эти пункты к победе. Это путь Духа Святого менять нас. И я копирую это от Господа. Я это, короче, копирую, или ксерок сделал от Господа, от Господа. Но Господа очень радует, что мы копируем. И Дух Святой всегда радует, когда мы делаем ксерокопию. Первое, это то, что мы осознаем, мы осознаем моменты в греховной мышце. Думаю, что sometimes the Holy Spirit will remind you, you are sitting now. Или, например, Дух Святой может напоминать вам, это грех. Аминь. As a christian, the Holy Spirit will remind you. Именно то, что Дух Святой напоминает тебе, что 사람들 responder вам о том, что это грех. Дух Святой может сказать,, это плохо, это неправ�któ fry. So number two is destructive. Второе, верь, что оно приносит разрушение. И третье, это применять принципы библейские. Библейские принципы, то есть вместо того, чтобы гневаться, я могу простить. И вместо того, чтобы пребывать в похотни, просто иметь желание благодарить Господа. И вместо того, чтобы гневаться, я просто могу простить. И чтобы просто благословлять людей. Применяю библейские принципы. И молитесь, чтобы получить крепость. И пятое, это мы принимаем решение быть послушным Богу. Еще раз повторяю, осознай это в момент, когда появляются греховные мысли, веря, что оно принесет разрушение, применяй библейские принципы, молись за силу от Господа и принимай решение подчиняться Господу. У меня три шаги к победе, это первый пункт, четвертый и пятый пункт. Первое, я осознаю, что это грех, второе, я молюсь сразу, и третье, я просто покараюсь или просто отдаюсь Господу. Но слово второе напоминает, что грех, оно принесет разрушение. Третий пункт говорит, надо найти библейские принципы, как применять. Но главное, это эти три пункта, первое, осознать грех и этот грех, второй, четвертый пункт, там молиться, и пятый, принять решение подчиняться Господу. Теперь, если вы читаете эти ключевые слова, то, чтобы вы помните, эти пять ключевые слова, поэтому очень желаю, чтобы вы запомните пять пунктов. Первый пункт, это осознать. Второй пункт, это разрушение. Третий, это библейские принципы. Четвертый, молиться. Пятый, принять решение. Пятый, принять решение. Первое, повторите за мной, пожалуйста. Первое слово, это осознать. Второе, это разрушение. Третий, библейские принципы. Четвертое, молиться. И пятое, принять решение. И вы пытаетесь запомнить это. Итак, следующий раз, когда у вас появляется желание грешить, например, гневаться, вы осознаете сразу. Вы знаете, что это может принести разрушение. Разрушает Божий план в твоей, вашей жизни. Разрушает отношения с тем человеком. Разрушает момент именно иметь чистую совесть. Библейский принцип заключается в том, что надо простить. И благословлять. Четвертое, ты молишься. Господи, помоги мне. Помоги мне не гневаться на этого человека. Если человек, если он загрешил, это его проблема. У меня нет этого греха. Как вчера использовал иллюстрацию. Если это греха. Если это греха. Если это греха. И кто-то на тебя... Ну, греха на тебя. У вас есть такой жена, и все. «О, давай, давай!» You'll say, «I don't want it!» You'll say, «Давай!» If it gets onto you, you go and wash away. Но на самом деле, когда вот такое происходит, вы сразу в туалет, чтобы не отмыть это все. Но многие люди это делают. They smell it. А некоторые люди вот так нюхают. And say, «That person is so bad!» А, они это нюхают, говорят, «О, это человек очень плохой!» He always did this terrible thing to me. And every day, he smelled it. И каждый день нюхать. For 30 years, he keeps smelling. 30 лет он еще это нюхает. And remember the bad things someone has done. И вспоминать то, что плохой человек сделал. Do you want to remember bad things? So it's better to wash it away. That is his problem. Это его проблема. If it's our problem, if it's our problem, we apologize. Если мы виноваты, если мы виноваты, мы тогда просто прощение. We apologize and change. Мы приносим свои извинения или просто прощение и изменяемся. But if it is his problem, I will forget it. Но если он как бы виноват, значит, мы прощаем и забываем. And I want to pray for the person. И лучше я буду молиться за этого человека. And bless the person. И благословить этого человека. Maybe I can help him to change. And наоборот, может быть, через меня при нем возможно изменения. By being nice to him. Ну, просто проявить определенную нежность вот к нему, понимание. Now let me ask you, do you understand this way? that when you become aware of the problem, хочу, чтобы вы запомнили и поняли, когда вы осознаете эту проблему, you say this is destructive. Вы понимаете, что оно приносит разрушение. It will destroy God's plan. Оно может разрушить Божий план в моей жизни. It will destroy my freedom and joy. И лишить меня вот этой свободы и радости. So I want to follow biblical ways. Я принимаю, то есть я применяю на себя библейские истины. And I basically pray to God to help me. И я молюсь в голову, чтобы он помог мне. And I choose. И я принимаю решение. Я выбираю. Now sometimes sins are just negative thoughts. Иногда просто вот неплохие, негативные мысли. Негативные мысли, например, о том, что ну, никому не нравлюсь. I cannot do anything well. Я ничего не могу делать хорошо. I'm no use. Нет вообще, я никому не нужен. And people can have this kind of thoughts for a long time. И долгое время люди прервают в таких мыслях. Or for a whole lifetime. И на всю жизнь. Saying, I cannot serve God. И вот таким образом говорить, я не могу служить Господу. And he did not realize that this is a sin. И не осознавать о том, что это грех. Because it's denying God's plan in our life. Потому что оно разрушает Божий план в нашей жизни. И это нам давает Божий план. И тогда молиться. Бог благословит меня. Помоги меня. Избавь меня от этих мыслей. И выбирать думать положительно или позитивно. Выбирать. Let me ask you. How many of you in your heart from time to time have negative thoughts you just let it stay inside? Временами бывали эти негативные мысли и вы просто их терпели или как бы питали себе without realizing that negative thoughts are sins. Что именно такие мысли они являются грехом. Many people live with negative thoughts for the whole lifetime. Многие люди живут именно такими мыслями уже всю жизнь. I used a bad illustration again. It's like someone I used an illustration again. It's like someone bathing in urine all the time. Это как ну иллюстрация такая как будто человек просто купается уже в моче. Do you want those negative thoughts? Виктор, как придумаете вам нравятся такие зли или негативные мысли? Боже по-моему. Это истина действительно это очень верно. Это очень верно. Это funny но это очень верно. верно. С этого дня выбираем ли мы действительно уже обратить в правильных мыслях и в правильных исповеданиях. Чтобы выбирать жить всегда в радости. и верить в то, что Бог есть чудесный план для моей жизни. Моя жизнь очень супер важна для Господа. есть один Я. Никто не может занять моё место. Только Я могу делать свою жизнь просветающую. Я хочу чтобы ваша жизнь просто блестела или просветала. Значит кто-то идёт покупать океан и берёт деньги в своей кашеке и деньги бросают в океан. И вы думаете как вы 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 увидишь и спрашиваешь ты что делаешь ты здоров? Но я скажу если продолжаете негативные thoughts и sins это как бросать твою жизнь away. То есть когда вы пребываете в этих негативных мыслях вы таким же образом просто свою жизнь тратите или теряете или бросаете. Ваша жизнь она ценнее денег. много христиан думают что я не служу Бога. Я просто ходу в христиан для весны и 楽しみ и не делать ничего и они думают это хорошо. Многие христиане я хочу говорить об одном особом грехе это когда люди прихожане просто приходят в церковь чтобы наслаждаться хорошим общением хорошим поклонением и не служить Господу. И такие христиане становятся неспособны исполнить Божью волю или быть полезными в церкви. Это просто тратить свою жизнь. Это очень ужасный греш. чтобы просто тратить свою жизнь которую Бог создал. Мы можем просто отказаться или просить Бога прощения за этот грех и говорить Господи я хочу быть служителем я хочу служить в Твоей церкви. Я хочу прекратить тратить свою жизнь и служить Тебе. Каждая час наша жизнь важна и очень драгоценна. Я не трачу любое время. Потому что моя жизнь очень ценна. Моя день я прожаю или приготовлю молюсь готовлюсь чтобы служить людям консультировать. Когда я устал я просто отдыхаю и время я провожу тоже с женой это тоже не просто тратить жизнь в Бог. Это чтобы создать свой брак. но я не прожаю время смотреть TV или сервис на интернет просто для fun. сидеть за компьютером чтобы тратить время на интернет чтобы общаться с женой. Но как некоторые сегодня прям интернет или по телефону. Это просто тратить свою жизнь. это как бросать или выбросить свою жизнь в мусор. Мы сегодня говорили коротко о важности греха и его последствиях и как мы можем победить. в тот момент когда любой греховной мысли приходит который говорит тебе ни к чему ни к чему не к полезно. Вы делаете то что он делает. Я очень ценный в глазах Бога. Я очень важный. Вся негативная мысль вон прочь отсюда. Are you willing to do that? Let us bow down and pray. And confess our sins that we have wasted our life. That we have done so many things that makes our life weak and miserable. think of the sin that is affecting us right now. Believe that it's destructive. it's a diablo for hope. It's a diablo it's a place we give diablo say Lord Jesus forgive me. Lord Lord for me cleanse my soul help me hate my sin to the key to overcoming sin is hating our sins. Clutch именно к победе на грех это когда мы ненавидим этот грех. First we are sorry for our sins. we jale about this and ask God to forgive us and believe that God has forgiven us and then we hate the sins because they would destroy our lives and we choose to submit to God by God's help and we выбираем пойти за Богом и выбираем Его помощь. So today now just come to God pray to God Lord forgive us that bless God and прост in us actually sins stay in our memory for a long long time I can remember sins I committed a long time ago I am very sorry for all those sins I hate those sins they have done destruction to my life Lord please forgive me and forgive me wash me clear with the blood of Jesus send me free help me don't hate my sin and not to sin again whenever a sin come up stop it right away Jesus please bring repentance to this place right now please bring strong remorse to our heart at this point to sin say Lord I sinned against you I wasted the wonderful plan of my life I I don't have a good witness I don't have a good witness please forgive me please forgive me come Lord Jesus and bring true repentance to us и принеси это полное истинное покаянность. We don't want the destruction of sin anymore. We'll touch our heart to help us realize how destructive our sins are. Помоги нам осознать настолько деструктивно или разрушительно грех в нашей жизни. To help us realize what a miserable condition we are in when we sin. Помоги нам осознать в каком неглубком положении мы находимся, когда мы грешим. Lord, forgive us. Господь, простите нас. Cleanse our soul. Очисть нашу совесть. Run away. Assure us of forgiveness. Дай нам, Господь, уверенность и уверенность, Господь, в прощении от Тебя. Cleanse our conscience. Очисть нашу совесть. Set our conscience free. Освободи нашу совесть. Give us the peace of forgiveness. Дай нам мир Твоего прощения. Во имя Господа Иисуса мы ненавидим грех. Мы прощаем наших супругов. Forgive a husband or wife who may be hard to live with. Мы прощаем нашу жену, наши жены, наших мужей, с которыми иногда трудно жить. Tonight I'll choose to be nice to him or her. Сегодня я выбираю быть добрым к нему и к нему. О, Господи, Господи, bring repentance to this whole place. Приноси это истинное покаяние. Господи, мы обидели или совершали неправие против Тебя. И это делает церковь бессильной. Грех делает церковь бесплодной. Господи, прости. Господь Иисус, освободи нас. Чтобы мы были свободными и радостными. Аллилуйя! Если есть такой человек, кому может быть очень-очень трудно чтобы трудно преодолеть эти греховные мысли, то придите вперед, и я первый за вас помолюсь. Но говорите своему сердцу вначале. Господи, прости меня. Я не надижу свой грех. Мне очень нужно Твое прощение. Я хочу, чтобы Тебя очистил. Отец, мы благодарим Тебя. Ты, Бог, прощающий. Очень чудесно, что Тебя. Потому что ты, Бог, прощающий. Ты прощаешь все, которые просят покаяние. Аллилуйя! Отец, ты прощаешься! Это, Бог, прощаешься! Субтитры создавал DimaTorzok